Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему ваши желания не исполняются. Я уже какое-то время изучаю то, как исполняются и реализуются наши желания, и то, что их ограничивает, то, что мешает реализоваться тому, что мы так сильно хотим. И мои исследования, и та информация, которая ко мне приходила и которую находила я, стала показывать мне одну очень важную вещь, которая влияет на исполнение наших желаний и реализацию того, что мы хотим. Все, что мы имеем в нашей жизни сейчас, для нас является нормой. То есть то количество денег, те отношения, то здоровье, та реализация, то окружение, оно равно тому, что мы считаем и признаем для себя нормой. Все, что у нас ниже этого уровня, это все, что мы переросли, все, что является для нас таким низким уровнем. А вот все, что выше, это все для нас такой высокий какой-то уровень, до которого у нас нет, дорасти до которого у нас нет позволения. И если вы просто сядете и начнете думать про свои желания, про то, что вы хотите реализовать в той или иной сфере жизни, в отношениях, в деньгах, в работе или еще в чем-то, и начнете смотреть, что в какой-то момент начнут вылазить какие-то ваши ограничения, которые стоят на пути к исполнению и реализации ваших желаний, то вы в какой-то момент увидите, что начнут вылазать какие-то мысли, которые так или иначе связаны с темой «я недостойна», «это не для меня», «я так не могу», «я недостаточно хороша для этого». То есть если вы очень внимательно сядете и какое-то время посвятите этому, то в конце концов вы докопаетесь до этой сути, до сути своей недостойности «получить желаемое». И если это, например, профессиональная сфера, и вы чем-то занимаетесь, и у вас недостаточное количество денег и клиентов, которые вы зарабатываете и получаете от этой деятельности, то, скорее всего, там начнут вылазить мысли, что, например, клиенты, которые готовы платить больше, которые готовы платить много, ко мне не будут приходить, что они приходят к кому-то другому, что столько денег, сколько я хочу заработать очень трудно, очень сложно, и вообще у меня не хватает сейчас знаний. Вот честно, как было это у меня, я считала, что я не даю людям результат. Вот знаете, что это какой-то недостаточный результат, что с другими они получают какой-то большой результат, а со мной они получают результат меньше, чем с другими поучами, психологами или инструкторами нейрографики, хотя на самом деле это абсолютно не так. Если мы возьмем сферу отношений, то могут вылазить мысли, что я недостаточно хороша для этого мужчины, у меня там не такое тело, у меня не такие волосы, не такие глаза, я не умею вдохновлять или что-то, что-то там еще. Везде вы можете отследить какую-то свою недостаточность, и эта недостаточность на самом деле показывает вашу самооценку, она показывает то, что ваша самооценка или ваша самоценность, это такие два понятия, которые очень различаются, но тем не менее они ходят очень сильно рядом. Оценка – это когда я себя оцениваю, самоценность – это когда я просто признаю свою ценность себя. И тогда получается, что ваши желания не исполняются потому, что у вас низкая самооценка. Вот посмотрите еще вокруг, есть те люди, у которых все сбывается, сбывается желание, исполняются какие-то мечты. И вот совершенно вы иногда смотрите и удивляетесь, ну вот как это так происходит у человека? Но если вы очень внимательно действительно на этого человека посмотрите, то увидите, что у него-то как раз самооценкой и самоценностью все хорошо. И эти люди внутри просто безгранично уверены, что в этом мире все для них происходит самым наилучшим образом и самым наилучшим способом реализует мир их желания, их цели, их мечты. И вообще, что мир подготовит для них вот все только самое лучшее. И, конечно же, из-за этого чувства они идут в этот мир и получают все, что они хотят. Посмотрите, кто добивается профессиональных успехов и получает много клиентов. Или на тех людей, мужчин или женщин, которые имеют прекрасные отношения. Особенно на женщин, обратите внимание, да, и когда женщина очень уверена в себе, она уверена в том, что она достойна только лучшего мужчины, мужчину, который дарит подарки, который относится как к королеве. И когда это подтверждается внутри вот этим мощным состоянием вот этой веры в себя, вот этой самооценки и самооценности, то такая женщина, конечно же, получает рядом с собой вот того самого успешного, классного мужчину и замечательного партнера. То есть получает все в этой жизни тот человек, который чувствует и считает, да, я бы сделала упор на слово чувствует и ощущает, что он достоин всего самого лучшего. Все эти состояния, все эти чувства находятся, конечно же, внутри нас. И мы не сознательно и не вербально их транслируем. Соответственно, когда люди нам встречаются, да, когда мы ходим в какие-то коммуникации с людьми, с клиентами или с мужчинами, то люди это считывают. И если у нас нет уверенности в себе и наша самооценка низкая, например, я считаю, что я не даю хороший результат людям, которые у меня приходят, то человек это считывает и, соответственно, своей бессознательной частью, да, он не хочет быть к этому причастным. Ну, потому что мы все хотим находиться рядом с людьми, у которых все хорошо внутри, которые эти состояния транслируют, потому что тогда мы можем у них это взять, напитаться этим, да, соприкоснуться к этому. И никому из нас не хочется соприкасаться с низкой самооценкой, с состоянием жертвы или неуверенности в себе. И давайте теперь поговорим уже непосредственно про саму самооценку и что вообще со всем этим делать. У самооценки у нас есть несколько слоев, и каждый из этих слоев отвечает за какую-то определенную сферу нашей жизни. Смотрите, например, это может быть слой отношений, да, отношений к себе как к женщине, отношений к отношениям с мужчиной, да, у нас может быть какое-то представление о себе, да, а самооценка и самоценность – это не что иное, как представление о самом себе и о своих возможностях, о том, что я могу, умею, знаю и то, что могу реализовать в мире. И, например, какой-то слой нашей самооценки может быть в хорошем состоянии, да, высоким, например, я ощущаю себя очень классно, как женщина, и у меня поэтому есть хорошие отношения, прекрасный муж, но вот реализоваться как профессионал я почему-то не могу. Я не поднимаю чек, у меня приходят какие-то клиенты, которые находятся в состоянии жертвы, и вообще ко мне люди не идут. И тогда выходит, что страдает тот слой самооценки, который отвечает за профессиональные качества, то есть где я себя воспринимаю как профессионала, как эксперта, как человека, который занимается каким-либо, каким-либо бизнесом или какой-либо деятельностью. И вы очень хотите, чтобы к вам приходили люди, которые будут платить вам 10 тысяч рублей за вашу консультацию, но на самом деле приходят люди, которые платят вам 2 тысячи, и то не всегда, и это значит, что ваша самооценка, да, и мнение, ощущение себя, они как раз вот на эти 2 тысячи. И тогда получается, что если наши желания не исполняются, и к нам не приходят те самые люди, которые платят по 10 тысяч рублей, или там приходит мало клиентов, то, то тогда получается, что вы просто не разрешаете себе это иметь и не допускаете, что ваше желаемое может реализоваться. И тогда вам очень важно посмотреть, вот прямо взять, выписать все свои желания и посмотреть, каким сферам ваши желания относятся. Например, если у вас не реализуются желания, которые относятся к сфере отношений, вы никак не можете построить, найти достойного мужчину и вообще не встречаетесь с мужчинами, их просто нет в вашем пространстве, тогда это, конечно же, сфера отношений. Если у вас проблемы с деньгами, проблемы с клиентами, то, конечно же, тогда это уровень самооценки и самооценности в сфере профессиональной, в сфере вашей деятельности. И тогда работать со своей самооценкой и самоценностью нужно как раз именно в этой сфере. То есть, если, опять же, нет отношений и нет достойных мужчин, а в остальной жизни все вроде как-то неплохо реализуется, но вот эта сфера страдает, тогда самооценку нужно брать и работать с ней именно в сфере отношений. Да, если это профессиональная сфера, то тогда нужно подтягивать и качать самооценку и самооценность именно в профессиональной сфере. Также еще это есть сфера здоровья, сфера реализации, сфера окружения. Если же у вас вообще не исполняется желание, или исполняется очень-очень мало во всех сферах, когда у вас проседает все и не реализуется ни одна из них, то тогда это проблема глобальной самооценки. То есть, это в принципе не какая-то сфера или какие-то сферы, а это глобально низкая ваша самооценка и самоценность. И тогда работать нужно уже непосредственно вот с этой глубинной историей. У вас очень большой уровень недостойности и непозволение себе иметь то, что вы хотите. Если самоценность и самооценка – это действительно мнение о себе, то если у меня глобально в этом минус, то тогда то, что стоит за этим, это не что иное, как ничтожность. Именно это чувство стоит за низкой самооценкой и самоценностью. Если вы копнете поглубже, то как раз вот эта ничтожность у вас и выйдет. И тогда получается, что работать с самоценностью нужно глобально и убирать это чувство, это состояние, эту травмирующую часть ничтожности. И учиться допускать в свою жизнь и для себя больше и более высокую оценку себя. Что делать и как повышать самоценность и самооценку? Вы можете выбрать для себя любой подходящий вариант, любые подходящие практики. Это может быть психолог, это может быть нейрографика. И я, например, сама очень много рисую на самооценность и на самооценку. И за два года в профессиональной деятельности, а сейчас и в отношении себя как женщины, в отношении с мужчинами, моя самооценка и самоценность очень сильно выросла. Ну, надо сказать о том, что когда-то моя сессия, когда-то это два года назад, моя сессия по нейрографике стоила 2000 рублей, а сейчас она стоит 20. И я нисколько не сомневаюсь в том результате, который я даю за те 2,5 часа, которые я рисую с человеком. И то, какие процессы я могу в человеке запустить. Можно работать через расстановочные процессы, потому что очень часто то, с чем я сталкиваюсь, это как раз вот эта травма ничтожности, она очень связана с нашими решениями в детстве. Все мы травмы получали в детстве. И расстановки показывают себя как очень хороший метод работы с этой ничтожностью. И с тем, чтобы отменять решение, где мы потеряли свою самоценность и самооценку. Находить и исправлять те ситуации, в которых мы очень сильно опустили свою самооценность, самооценку и поднимать ее прямо там в моменте. Это то, что я лично делаю с собой. Я работаю с этим через нейрографику, через расстановки, ну и добавляю туда практики. А одну из этих практик я хочу вам сегодня дать. И если вы начнете ее делать, то вы действительно увидите через какое-то время, как начинает расти ваша самоценность и самооценка. Итак, сама практика. Практика эта делается не за один раз и не за один день. Я призываю вас к тому, чтобы вы сделали ее своей регулярной практикой на протяжении следующего месяца. И действительно посвятили этому 20-25 минут своего времени. Ну на самом деле это может быть даже меньше. Итак, что за практика и как ее делать? Вы на протяжении месяца каждый день пишете 5 пунктов. Итак, что это за пункты? Вы вспоминаете свои достижения и находите те ситуации, в которых у вас получилось и вы чего-то достигли. А также вы находите момент, когда вам кто-то говорил о том, что вы с чем-то справились очень хорошо. Например, вы сделали отчет очень быстро, без ошибок. И ваше руководство, ваш руководитель вас за это похвалил и сказал, что благодаря вашим знаниям, благодаря тому, что вы такая, вы этот отчет сделали очень быстро. Нам очень важно среди этих пунктов писать и свои достижения, и те ситуации, в которых вам это показали, показали ваши достижения, в которых вас похвалили, в которых это проявили. Почему? Потому что мы очень часто нуждаемся, и действительно нуждаемся. Я не люблю слово «нужда», я не люблю слово «нужно», но здесь я употребляю его, потому что это действительно так. На каком-то начальном этапе, когда у нас еще низкая самооценка и самоценность, мы действительно нуждаемся в подтверждении нашей ценности от других людей. И поэтому, выписывая такие ситуации, мы каждый раз прорабатываем и показываем себе, те, что вот, мы получили подтверждение от внешнего мира. И далее в каждой ситуации вы пишете себе те качества, благодаря которым у вас это получилось, и благодаря которым вы все это сделали. И таким образом вы начинаете составлять себе вот этот большой список своих достижений и признания своих способностей. И таким образом вы начинаете формировать себе большой список с признанием своих достижений, своих способностей, навыков и того, какой вы классный или какая вы классная. Что происходит? Вы начинаете замечать, отличать и присваивать себе свои успехи, потому что очень часто мы этого не замечаем, не видим и не признаем, потому что на нас влияет программа обесценивания. Ну, мозг у нас так устроен, что если мы, ну, давайте возьмем профессиональную сферу деятельности, да, мозг так устроен, что он будет замечать, что мы не дали результат одному клиенту, но совершенно пропустит то, что мы дали результат пяти другим людям, да, потому что у нас так устроено, что мы фокусируемся на каком-то негативе, что мы фокусируемся на каких-то таких вещах. И тогда, делая каждый день это задание, вы все больше и больше начинаете укреплять свою самооценку и свою самоценность. Для того, чтобы еще больше присвоить это себе, вы каждый день берете и перечитываете то, что вы написали до этого, то есть вы читаете весь свой список. И тем более вы берете и читаете этот список тогда, когда вы начинаете проваливаться в обесценивании, тогда, когда у вас начинает подниматься вот эта недостойность, недопустимость, да, того, что вы хотите в своей жизни. То есть каждый раз, когда вы думаете о том, что что-то у вас не выходит, какое-то желание у вас не реализуется, вы открываете этот список и начинаете его читать. Тем самым вы постоянно-постоянно закрепляете создающийся новый паттерн вашей самооценки и восприятия себя. Таким образом, вы начинаете день за днем увеличивать свою самооценку. Почему важно делать это 30 дней, а не написать один список? Потому что вы на протяжении каждого дня, на протяжении этого месяца каждый раз все больше и больше закрепляете вот этот паттерн ощущения себя, вот этот паттерн того, что я могу, этот паттерн того, что я замечательная, классная, у меня все получается. И у вас на протяжении этого месяца начинает меняться очень сильно мнение о себе и начинает повышаться допущение себе получать желаемое. Вы начинаете чувствовать, что вы достойны и начинаете транслировать это в пространстве. И таким образом пространство начинает вам каждый раз подтверждать вашу растущую самоценность, потому что когда у нас нет самоценности, пространство нам подтверждает каждый раз это отсутствие тем, что нет клиентов, тем, что они не приходят или тем, что нас не выбирают мужчины и так далее. Здесь же вы поступаете наоборот, и, соответственно, тогда пространство начинает подтверждать вам раз за разом вот эту вашу уже новую, более высокую самоценность и самооценку. И тогда получается, что вы переходите на другую ветку реальности, где ваши желания исполняются. Ну и вы получаете клиентов, мужчину мечты, здоровье или окружение, в общем, все, что хотите. Делайте. Это достаточно простое упражнение, но очень эффективное. И смотрите, как через месяц вы станете другим человеком. А я приглашаю вас в свой канал «Твоя новая реальность», где мы делаем самые разные практики, в том числе повышаем самоценность, самооценку, качаем деньги, качаем уровень позволения себе и идем в еще большее разрешение получения благ от этого мира. Продолжение следует...